Дальневосточная столица в виде милого, задорного юноши Владика. Шесть новых барельефов украсили подземный переход у центральной площади города. Общественное пространство преобразилось в рамках реализации проекта «Туристский код Владивостока». Я считаю, что появление вот этого образа Влада в пространстве города, оно очень интересно, оно цепляет, оно интересует, люди останавливаются, смотрят. По-моему, очень здорово. И это место действительно переход, где мы все проходим здесь по нескольку раз в день. И не только жители города, но и туристы. И все останавливаются, фотографируют, пишут. Мне кажется, очень удачное расположение. Сюжетную линию дополняют интерактивные технологии. На каждую тарелку нанесли QR-код и на видеокамеру мобильного телефона можно познакомиться с Владиком из истории города. Задумкой художника Игоря Обукова было плавно смешать прошлое и настоящее, позволив Владику олицетворять дух самого Владивостока. А установку барельефов выполнили специалисты мастерской монументального искусства «Дом культуры». Для нас это уникальный опыт. Это работа с фарфором и акриловым камнем. Фарфоровые изделия достаточно хрупкие и нужно было создать такой композит акрилового камня и фарфора. Подбирались разные материалы, экспериментировались, чтобы работа была надежная, вандалоустойчивая. И нам удалось добиться этого результата. Также у нас есть такая небольшая отсылочка к старым фарфоровым советским барельефам. То есть мы в декоративных элементах использовали такие плиточки, декоративные волны. Амурский тигр, кораблики, маяки, чайки, морские звезды, знаменитые мосты – это все символы Владивостока, то, что нас окружает. Игорю Обухову в своих работах удалось это все соединить, превращая в различные истории и о нас, как о жителях, и об этом озорном мальчишке Владике и о самом городе. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.